Привет! Начинаем мы сегодня в этом прекрасном дворе колодцы. Здесь посмотрите, какие прекрасные художества. Прекрасный двор, прекрасные художества, прекрасный день. Несмотря на начало осени в Петербурге очень жарко. И сегодня мое повествование пойдет как раз о том, что очень хочется сделать в жару. Что же хочется сделать вам в жару? Не только попить кваску, но еще и принять холодный душ. А у наших предков не было возможности принять холодный душ, потому что не было душа. Зато была баня. Ведь в Петербурге не только ели, танцевали на балах, совершали всякие хорошие дела. И не очень хорошие, но еще и мылись. Мы начинаем сегодня в Казачьем переулке, где у нас находятся одни из адресов исторических бань, а именно казачьи бани. По названию переулка они так и называются. Здесь за углом есть музей. Называется он разночинный Петербург. При случае очень рекомендую его посетить, потому что он показывает историю этого района, района Семенцы. Но еще там есть комната, помещения, в которых проживал Владимир Ильич Ленин. Когда он еще был такой довольно бедный, можно сказать, студент. И поскольку жил он вот здесь за углом, то, соответственно, мылся он вот здесь, в этих банях. А до него эти бани посещал Распутин. Впрочем, Распутин посещал довольно много бань, и все эти адреса доподлинно известны, потому что за ним была представлена охрана. И вот, собственно, что осталось от этих казачьих бань. Действительно, здесь до сих пор, в этом здании, располагаются бани. Правда, теперь не только, а существуют они со второй половины XIX века. Люкс номер пять. Казачий хуторок. Морской люкс. Охотничий угол. Интересно, что означают все эти названия. Тут такой сразу запах характерный. Банька, банька пахнет. Каратенечка. История казачьих бань. Вот он, герой. Рассказ о банях. Мне очень нравится Распутин с группой своих почитателей. Вот это тоже очень знаменитая фотография. Мытью в ванной и под душем. Я создала очень простую карту. Я ее вам подставлю, покажу. На этой карте отмечены основные адреса с названиями бань, которые сохранились. Но, конечно, далеко не все, и тем более не те, которые относятся к веку XVIII. Потому что с момента основания города в Петербурге строили бани в основном деревянные. И, понятное дело, что все эти строения либо были уничтожены, либо сгорели. А те адреса, что сохранились, естественно, относятся к постройкам XIX века. Какая ассоциация у вас приходит на ум, когда вы слышите сейчас в современном мире слово «банить»? Ну, скорее всего, вносить в черный список. Но на самом деле, если посмотреть историю происхождения слова «баня», то в древности на Руси «банить» означало мыться, чистить водой. У степных жителей, у славян древних, еще Геродот описывает устройство бани. Они были издревле. Строилось деревянное простое помещение на берегу рек. И внутри, как он описывает, происходило целое священнодействие. Баня наделялась сакральным смыслом. А почему? Потому что там внутри соединялась две стихии, противоположные – вода и огонь. Затем летописец Нестор очень четко тоже описывал. «Имно видих славянскую землю, и дучи сему радость. Видих бани древяны, и пережгут е ромяна». То есть имеется в виду, что натопят жарко внутри этой бани. «И облеются квасом усиянным, и возьмут нася прутье младое. Бьются сами, и того ся добьют». Мне очень нравится слово «добьют». Имеется в виду, бьют друг друга. «Но и ся сами мучат, и то творят нам мгновение себе о мучении». Короче, через мучение получают удовольствие из этой бани. Ну и историк Астамаров речью попроще уже описывал это действие. «Русские вообще ходили в баню очень часто. Она была первой потребностью в домашней жизни, как для чистоплотности и для какого-то наслаждения. Почти в каждом зажиточном доме была своя мыльня, сверх того для простонародья и для приезжих. Везде по городам существовали общественные или царские мыльни, где за вход платили деньги, это важно, составлявшие во всем государстве ветвь царских расходов». По поводу вообще устройства бани и банных нравов. То, что зарождалось здесь в Петербурге, оно, естественно, не зарождалось, это неправильно сказать. Сюда традиции народ привносил по мере того, как приходил в город. А традиции эти, естественно, существовали много веков до основания Петербурга. Дело в том, что сейчас в это довольно трудно поверить, но и мужчины, и женщины на Руси в банях мылись совместно. То есть не было разделения на женское отделение, на мужское отделение. Вот так мы можем прямо с тобой пройти. Итак, вот это совместное омовение мужчин и женщин впервые запретили при Иване Грозном. Это сделал Стоглавый собор в 1551 году. Но запретили, а традиции у народа остались. И тем не менее, даже потом, в более позднее время, даже здесь, в Петербурге, традиция мытья совместного мужчин и женщин в одном отделении, она оставалась очень долгое время. Было, конечно, точнее, был риск падения во грех. Ну, почему, собственно, и пытались запретить. Но таких нарушителей было немного, а если они и были, то их общественность остальная выгоняла из бани. Затем это произошло при Анне Иоанновне. Она писала указы, и окончательно, такой же жирная точка в качестве запрета, был издан указ при Екатерине II. Она категорически запретила мыться мужчинам и женщинам в одном отделении. Исключение было сделано только для детей, которые могли входить в женское отделение до определенного возраста. Ну, там врачи, знахари, вот такой персонал. Традиционно баня на Руси топилась двумя способами. По черному и по белому. В чем было отличие? Баня по черному не имела трубы. То есть весь дым, весь вот этот вот пар, чат, он скапливался внутри помещения. И для того, чтобы его выпустить, открывали двери и окна. Когда баня натоплена, соответственно, дым вышел, и окна закрывали. Бани по белому, соответственно, эту трубу имели, и дым выходил в трубу. То есть она была, условно говоря, чище, чем баня по черному. И, конечно же, душа бани, ее основа, так сказать, это печка. Изначально это печка-каменка. Ее собирали из камней, а камни, в свою очередь, собирали обычно по берегам рек. Большие камни назывались спорником, маленькие камышовым камнем. И вот складывали такую условную пирамидку, соответственно, ее протапливали, камни раскалялись. И вот когда они раскалены до предела, на камне плескали воду, либо, кстати, квас, что происходило очень часто, это называлось опариванием бани. Вот тогда баня готова. Ну, если взглянуть еще на традиции, такие многовековые бань, надо сказать, что ей придавалось и сакральное значение. Во-первых, предки верили, что в бане живет банник. Ну, такой условный чертик. И что его обязательно нужно задобрить, придя в баню, тебе нужно принести ему некий сувенир, например, маленький веничек. Если баня сгорала, а происходило это часто, потому что строение было деревянным, здесь, кстати, в Петербурге также, то это место, на котором стояла сгоревшая баня, считалось нечистым. И было запрещено на этом месте что-либо строить. Какие-то другие постройки, дом. Ну, конечно, впоследствии это все забылось, потому что если сейчас посмотреть на город, какое количество бани могло сгореть в 18 веке, мы даже представить себе не можем. Веник в бане господин, говорили наши предки. Это одна из таких ярких характерных черт, без которых баня была бы не баня. Лучше, ну, считается, что лучший веник из березы, и из определенной березы, то есть из березы-веселки, у которой очень гибкие, хорошие веточки, очень пустая листва. И такой веник очень хорошо, очень имеет хороший терапевтический эффект, когда им пользуются. Ну, а не очень хорошие веники, конечно же, тоже были. Так вот, наличие не очень хороших веников привело к распространению той самой пословицы «пристал как банный лист». Ну, а после похода Наполеона на Русь русские бани стали распространяться по всей Европе. В середине XIX века первая русская баня открылась в Берлине. Еще в XVIII веке в конце русские бани стали появляться в Америке, что интересно. В начале XIX века один предприимчивый предприниматель открыл баню в Одессе и назвал ее «Санкт-Петербургской», потому что к тому моменту считалось, что в городе на Неве великолепные бани. Еще к вопросу о том, насколько важной была баня в жизни людей. В бане ведь не только мылись, туда приходили лечиться. Очень часто при банях были бабки. И здесь, в Петербурге, и в XVIII веке, и в XIX присутствие бабки – это было очень важно. Мы иногда приходили даже больше за вот этими услугами, скажем так, знахарскими. Например, переклинило у человека поясницу или какая-нибудь грыжа. Он приходит в баню, вызывает бабку. Та ему говорит – иди, помойся, парься. Дает снадобье некое зелье. Он моется, потом натирает себя полностью этим зельем. Затем бабка просит его лечь животом вниз, поперек порога, кладет на поясницу веник и топором легонько бьет по нему и читает заклинания. И у человека все проходит. Вот так вот лечились. Помимо каких-то подобных процедур лечебных, в бане также женщины рожали. При этом присутствовала обычно повитуха. И когда, соответственно, роды уже состоялись, обычно вызывали священника. Он приходил, читал молитвы. И давали имя ребенку, давали имя ребенку того святого, день которого через неделю после этих родов. Либо иногда было иначе. Имя давали временное, банное имя это называлось. А через 40 дней после родов присваивали уже постоянное имя, меняли на постоянное. В бане проводились также и свадебные обряды. Перед свадьбой и жениху, и невесте полагалось помыться, причем по определенным правилам, с соблюдением определенных традиций. Иногда приглашались, так сказать, дружки и дружки. Но, естественно, мылись они не вместе, а по отдельности. Считалось, что на долгую, счастливую, совместную супружескую жизнь это вот очень хорошая примета. Даже цари так делали. Например, сохранилось очень подробное описание предсвадебной бани первого романа Михаила Федоровича. И как там все происходило, они в этой бане не просто мылись, они там сидели сутки в мыльне, и у них там практически был пир. Банный пир. Итак, когда Петербург был основан, то всем людям, вне зависимости от сословия, всем, кто приходил, разрешалось строить бани. Это было бесплатно. То есть, если у тебя есть возможность ее построить, есть строительный материал, ты знаешь, где его взять? Пожалуйста, строй. Но городские власти довольно быстро эту тему свернули. Причем, было это сделано даже при непосредственном участии Петра Алексеевича, поскольку, ну, соответственно, власти подумали, а почему мы будем терять свою прибыль? С каждой бани общественной, она иначе называлась общественная, торговая, народная баня, по-разному, взымалась определенная плата, то есть, по сути, налог. Соответственно, вход в эти бани для населения также был сделан платный. Естественно, суммы были разные и менялись в зависимости от эпохи, но зачастую все общественные бани были платные, ну, за исключением некоторых для подлого населения, так называемого, то есть, для простых. Определенное количество таких бань было специально построено городскими властями на берегу Мьи, то есть, мойки. Вот там эти социальные бани долгое время находились. Все остальные были платными. Самая важная профессия в контексте банного искусства, банного ремесла, это, конечно же, банщик. И если сейчас кажется, ну, что такое банщик? Ну, побил веником. Все. Нет. На самом деле, во-первых, эта профессия, она зачастую передавалась от отца к сыну. И ремесло это было не из легких, потому что, мало того, что банщик должен исполнять непосредственно, знать искусство до парения и правильно растопить баню, и правильно обслужить клиентов, посетителей, чтобы им было хорошо. Помимо этого, банщики занимались административными делами, следили за порядком, следили за тем, чтобы у клиентов, особенно у состоятельных, у посетителей бани не украли вещи. Для этого, кстати, существовала система сбора вещей, то есть посетитель приходил, отдавал вещи банщику, тот завязывал их в узелок, клал в свой ларь и отдавал номерочек этому клиенту. Дальше. Банщики кололи дрова, таскали воду из каналов и рек. Откуда, собственно, вода возьмется в бане при отсутствии водопровода? Правильно? Ее надо натаскать и в достаточно больших количествах. Подметали пол, счищали залу, посыпали песочком, опять же пол и двор, чтобы люди не подскальзывались. Зимой счищали снег и кололи лед. Ну, то есть достаточно было многой и тяжелой работы. Уже в веке 19-м банщики стали объединяться в артели, и это тоже была такая своего рода семья. По сути, их жизнь проходила вокруг этой бани, и очень часто получалось так, что и жили-то они при банях, не уходя с работы. Хотя, зачастую, жалования у них не было. Вот то, что дали посетители, условно, чаевые, вот, собственно, весь заработок. Единственное, что в 18-м веке этого еще не было. В 19-м веке при объединении в банные артели банщики скидывались. У них был, ну, так называемый общак, и на этот общак они покупали мыло, щелок, простыни, веники, опять же, какие-то еще дополнительные материалы, которые нужны для бани. И, кстати, еще они покупали сырые яйца. Не используя поисковик, напишите в комментариях, зачем банщикам нужны были в бане сырые яйца. Довольно простой ответ. И вот к вопросу сохранности одежды в банях тема тоже была достаточно серьезная, потому что очень часто те, кто не мог отдать банщику, не было средств или просто зазевался, в общем, теряли свою одежду и что им оставалось, кроме как уйти практически в чем мать родила из этой бани. Ну, вот так. Ну, а кто позажиточный, конечно, они ходили в бани более, назовем это так, цивильные, и если вдруг там терялась их одежда, которую они сдавали, то в таком случае эта артель возмещала посетителю стоимость его имущества, которое потеряли. естественно, устраивались и домашние бани, но дело в том, что в какой-то момент их, на них подложили налоги, то есть содержать свою домашнюю баню было не особо выгодно и все равно пользовались общественными банями, большинство населения, даже зажиточные, старались ходить в бани общественные. существовали определенные дни, по которым собственно устраивались по сути банный день, то есть бани работали обычно по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам. Они точно всегда не работали во всякие большие крупные церковные праздники, в пост, некоторые отдельные даты просто были закрыты, помыться было особо негде. Были интересные диковинки среди бань в Петербурге, например, плавучие бани. Еще вот в 18 веке не сказать, что это была распространенная тема, но очевидец, который побывал в таких банях, описывал их, они имеют крепкий пол с дырьями наподобие рыбных барок. Внутри же снабжены высокими и низкими скамьями, на которые можно безопасно садиться в воде так глубоко, как угодно. Прошу любить и жаловать, плавучие бани. А совсем в другое время появилась иная диковинка. Баня, поезд, целый вагон баня соорудили для жены Николая Второго, Александры Федоровны. И, насколько я знаю, этот прекрасный девайс сейчас экспонируется в музее гигиены, который на Итальянской улице. Впоследствии подобным вагоном бани пользовался Лев Давидович Троцкий. Неплохо. Вроде едешь, а вроде и помылся. В топонимике города, естественно, это тоже отразилось значение бани. Был у нас первый банный переулок, второй банный переулок, банный мост. А сами бани, как правило, называли по имени владельца. Ну, например, бани Стенбок-Фермора. Или же по расположению, то есть по улицам, где они располагались. К примеру, Троицкие бани на Троицкой улице. А вот Ямские бани, к которым мы идем, они названы так по имени, собственно, по имени, по названию Ямской Слободы. Но в то же время названия менялись. Одно время Ямские бани назывались банями братьев Туляковых. Вообще у Туляковых было очень много бань в самых разных районах города. Они были, ну, можно их было назвать такими банными монополистами, захватившими этот рынок. Тоже, конечно же, век 19-й. И вот, чтобы проиллюстрировать вам более ярко банные нравы Петербурга тех лет, я зачитаю цитаточку одну. А, кстати, совсем забыла сказать, мы сейчас идем по улице Правды, которая когда-то называлась Кабинетской. Кабинетская она была, потому что здесь жило, проживало очень много чиновников, которые служили в кабинете ее императорского величества. Ну, у чиновников денежки водились, поэтому они ходили в бане подороже, получше, в частности, в те же самые емские, которые, ну, большую часть своей истории дешевыми не были, но это сравнительно, если взять, конечно. И еще немаловажный фактор, помимо, допустим, интерьера и других дополнительных услуг, которые в банях предоставлялись, надо сказать, что очень важное значение была вода в бане, точнее, откуда ее брали. Конечно, самые лучшие бани считались те, у которых вода используется из Невы, самая чистая, ну, как и для питья, в белых бочках. Похоже, в бане, в которых использовалась вода из мойки и фонтанки, в желтых и зеленых бочках. Ну, а совсем уже все плохо было у тех бань, которым приходилось брать воду из пряжки или из Екатерининского канала, который в то время во времена Достоевского называли канавой, ну, потому и канала, потому что вода там была так себе и вообще старались даже дешевые бани воду оттуда не брать. Итак, цитата, которую я вам проанонсировала, это авторство Александра Дюма, который побывал в петербургской бане. В романе «Учитель фехтования» мы читаем следующее. «Я много слышал во Франции об этих банях и теперь, проходя мимо, мне вздумалось воспользоваться случаем и помыться. Заплатив два с половиной рубля или пятьдесят сунг на французские деньги, я получил билетик и с ним вошел в первую комнату, где раздеваются. Температура в ней была обыкновенная. Пока я раздевался, ко мне подошел мальчик и спросил, есть ли со мной слуга, и получив отрицательный ответ, снова спросил, кого я хочу взять в банщике, мальчика, мужчину или женщину? Само собой, разумеется, подобный вопрос меня крайне озадачил. Мальчик объяснил мне, что при бане имеются банщики, мальчики и мужчины. Что же касается женщин, то они живут в соседнем доме, откуда их можно вызвать. Когда банщик или банщица взяты, они тоже раздеваются догола и вместе с клиентом входят в соседнюю комнату, в которой поддерживается температура, равная температуре человеческого тела. Открыв дверь этой комнаты я остолбенел. Мне показалось, что в какой-то новоявленный Мефистофель без моего ведома доставил меня на шабаш-ведьм. Представьте себе человек 300 мужчин, женщин и детей совершенно голых, которые бьют друг друга вениками. Шум, гам, крики. Стыда у них ни малейшего. Мужчины моют женщин, женщины-мужчин. В России на простой народ смотрят почти как на животных. И на такое совместное мытье полиция не обращает никакого внимания. Минут через 10 я пожаловался на жару и убежал, возмущенный этой безнравственностью, которая здесь, в Петербурге, считается настолько естественной, что о ней даже не говорят. Вот так. Да, по поводу все-таки нравов и совместного купания мужчин, женщин, детей и парения и прочего, надо сказать, что городские власти в общем-то это не поощряли и в определенный момент была возложена миссия, точнее, обязанность на таких специальных полицейских, которые назывались целовальники. А целовальниками они, вот почему, потому что когда они приносили присягу и клялись, что будут верно исполнять свои обязанности, они целовали крест, вот как в качестве клятвы. поэтому и целовальники. И они обязаны были следить вот за порядком, проверять и смотреть, не выскакивают ли эти голые абсолютно люди и не скачут вокруг бань потом после парилки и штрафовать, если что. Ну вот, Дюма был в шоке, увидев это все и увидев, соответственно, нравы той эпохи банной им. Ну, а по поводу дополнительных услуг, которые предоставлялись при бане, естественно, они тоже появились постепенно. Ну, про бабок и всех их знакорок я уже говорила. Банщики обоего пола тоже были. Очень часто, кстати, банщицами, женщинами служили нищенки, таким образом подрабатывали, ошиваясь вокруг бань. И очень часто их услугами любили пользоваться купчихи. Бани, поскольку они должны были продать свою услугу, они себя еще и рекламировали. В 18 веке, как правило, это были дети, сидящие на крышах и кричащие, что их баня натоплена, жарко, заходите к нам. Ну, а в 19 веке, естественно, на замену этим кричащим детям пришли газеты. И уже реклама размещалась в газетах. Еще при Петре Первом был приказ, ну, поскольку Петр Первый у нас любил следить за чистотой не только всего тела, но и лица. Он именно и приказывал при банях содержать цирюльников и мозольных мастеров. Ну, вероятно, мозольные мастера теперь мастера по ноготочкам. Ну, тем не менее, всегда вот такие вот специалисты были, либо можно было позвать подобного специалиста. Если ты пришел в баню, ты хочешь не просто здесь помыться, но еще и поухаживать за своим телом. Плюс в 19 веке это стало еще и таким суперрелаксом, то есть после бани ты мог себе здесь же при ней купить квасу или пиво. Обычно это был рядом стоящий ларек, который все это продавал, ну, еще какие-нибудь баранки, сайки на закуску. Вот еще цитата одной горничной, которая посещала бани вместе со своей госпожой. Тоже оставила она интересные заметки по поводу женщин-парильщиц, которые за гривенек листали горячими вениками. А она пишет, что она не любила баню, но ее туда хозяйка заставляла ходить. Да, я в парильне не любила ходить, меня за это хозяйка иногда поругивала, утверждая, что самое важное париться. На голову одевались веревочные шлемы. Вот еще немаловажный момент. Эти веревочные шлемы предварительно смачивались водой, ну, чтобы удар не хватил от пара, от этого жара. Женщины в шлемах были похожи на греческих воинов, но в костюмах прародительницы Евы. Вы можете представить себе это прекрасное зрелище. В банях были старые женщины, которые давали полезные советы по женским болезням, ну, вообще консультировали по здоровью. Занимались также и костоправным делом. Вот баня была, собственно, как такой многофункциональный центр. Туда приходили за комплексными услугами. После бани хозяйка в ларьке покупала лимон к чаю, а меня посылала в булочную Дмитриева, где я покупала ситный, а хозяйке Сайку, которую пекли на соломе. Веник, которым хозяйка парилась, несли домой, чтобы подметать пол, но на этом венике от старательной парки ни одного листка не оставалось. В банном ларе мы иногда брали за 3 копейки квас под названием кислые щи. Это был замечательный квас, он ударял в нос так, что выбивал слезу. Ну, и вот мы дошли до следующей точки. Вот они сохранившиеся ямские бани. Мне очень нравится название бара Шайка-лейка. А почему Шайка? А потому что лейка? Нет, не потому, потому что Шайки это специальные резервуары для окатывания себя водой. И, кстати, это была очень такая ценная банная утварь. Часто их и воровали, а зачастую все старались приходить раньше со своими Шайками, со своим мочалом, со своим мылом. А уже кто победнее, иногда таким вот людям хватало подобрать какой-то обмылок, остаток веника или остаток мочалки, и этим и париться. Ну, как вначале у казачьих бань я упоминала о Распутине, так тут важно отметить, что именно о нем сохранились наиболее точные упоминания адресов, где, когда он был, потому что за ним было представлено наблюдение, за ним следили. И вот, например, заведующий, как раньше говорили, наружным наблюдением Корнилов отмечал, что в 1915 году 17 января Распутин на 50 минут посетил бани в доме номер 3 по 4 Рождественской улице. Или другой случай. 11 марта в 10 часов 15 минут. 10 часов 15 минут. Прикиньте. Распутин встречен один на Гороховой улице и проведен в дом номер 8 по Пушкинской улице к проститутке Трегубовой, а оттуда в баню. Нормально жил человек. Ну, а по Петербургу в то время ходило стихотворение от имени старца, ну, конечно, скорее всего, естественно, придуманное просто людьми. Все науки непременно нужно с корнем вырывать. Вместо них настроить бани. В них пущай честной народ для спасения и очищения вместе с бабами идет. В баню с бабами примерно. Сам Григорий я хожу. Только в бане рай пресветный я всегда и нахожу. Вот. Ну, а другой очень известный парильщик любитель бани. Парильщик. Это еще слово умное придумало. Это был Шаляпин. Но только он ходил в бани на Петроградской стороне Пушкарские. Они в то время назывались банями шаляпинскими. Ну, как назывались? Не официальное название. И сейчас оно утрачено. Только краеведы знают, что они были шаляпинскими из-за того, что туда ходил Шаляпин. Его там лично знали, его там принимали даже ночью. Всегда были ему рады. А он был рад бане, потому что он очень любил эту процедуру. Ну, и вот мы прошли емские бани, и один из самых знаменитых посетителей емских бань, естественно, помимо Ленина. Ленина. Ленина, что я могу сделать? Походу, везде бывал в Петербурге. Федор Михайлович Достоевский захаживал сюда, потому что именно вот в этом доме, вот он, находится музей Достоевского. Здесь он жил дважды. Один раз недолго, несколько месяцев, потом съехал, и въехали они уже сюда со своей второй женой Анной Григорьевной Сниткиной. Сниткиной это ее, соответственно, девичья фамилия. И последние годы жизни Федор Михайлович прожил здесь. Надо сказать, что можно назвать эти годы достаточно счастливыми, потому что два последних года ему наконец-то удалось расплатиться со всеми долгами, благодаря, опять же, Анне Григорьевне, потому что это она предприимчиво придумала продавать его книги напрямую, а не через издателей. Естественно, они ходили и в эту баню мыться. Не без трагедий жизнь Достоевского здесь складывалась, потому что здесь у них умер один ребенок, а потом умер он сам. Именно здесь. Вот сюда вход в музей. Настоятельно рекомендую его посетить. Там сохранились и личные вещи, и интерьеры. Вообще почувствовать дух старого Петербурга. Вот здесь когда-то была прекрасная фреска, портрет Достоевского, его, к сожалению, замазали, да, но вот осталось только Достоевские котики. Это же прекрасно. Ну, и чтобы завершить мой рассказ про бани, я, конечно, сделала сегодня упор больше на век 18-19-й. В 20-м веке история бань Петербурга, конечно же, не прекратилась, но она очень трансформировалась, потому что после революции, как и во всем коммунальном хозяйстве, в банном хозяйстве случилась разруха, потому что если до революции залогом успеха банного промысла было то, что у каждой бани был свой хозяин, то после революции все стало общественным. И у каждой бани перестала существовать этот самый хозяин, который сохранял бы и целостность бани, и ее имущество, и дух этой бани. Началось страшное воровство. В банях скручивали краны, уносили тазы, там ничего не было, ничего не было. Ну то есть по большому счету прийти в баню комфортно помыться стало невозможно. Более того, многие бани просто закрылись. Если статистика была такая, что в середине 19 века на город в полмиллиона жителей насчитывалось 40 бань, кажется, вроде мало, то буквально век спустя, в 30-е годы 20 века на город в несколько миллионов жителей уже бань было 20-30. Ну то есть вообще ничего. А если учесть тот факт, что у большинства, у подавляющего большинства в этих коммуналках не было никаких условий, кроме тазика, то ситуация была катастрофичная. Плюс в 30-е годы город столкнулся еще с одной большой проблемой, как ни странно, это была проституция. Ну и соответственно антисанитария с этим связанная, потому что во многих банях, которые на тот момент все еще продолжали работать, просто они превратились из бани в притоны. Этому способствовала антирелигиозная программа и то, что многие женщины просто не могли ну скажем так заработать себе на жизнь, жили на три копейки и приходилось им выживать вот таким образом. Статистика была следующая, что на миллион жителей в городе было 34 тысячи проституток. С этим что-то надо было делать, и вот в 20-м году Ленин издал декрет, что нужно устроить банный трест и строить бани. И постепенно как-то это все начало раскручиваться, улучшаться, но очень-очень медленно, потому что можно сказать, что население заново нужно было приучать к принятию каких-то гигиенических процедур. Плюс самое интересное, что у советской власти был приоритет не строить бани в то время, а построить крематорий. И сначала крематорий хотели устроить, точнее построить на территории метрополичьего сада в Александра-Невской лавре. Этот проект не состоялся, и его открыли, устроили при одной из бань. Потом уже был на дворе 1959 год, а правительство издает очередное постановление о том, чтобы строить крематории при банях. Приоритеты были другие. Ну и отдельная страница истории, которую я, пожалуй, оставлю на потом, на следующее видео, это блокада. Потому что там тоже есть о чем рассказать, есть определенная статистика. Как вы знаете, что город страдал без воды, без водопровода, без электричества, вообще без ничего. И, естественно, с этим были сложности, но мыться в то время тоже было очень важно. И выезжать из города, помывшись, тоже было очень важно, но это тема для другого рассказа. Ну что ж, а это был краткий экскурс в истории банного промысла и помывки в городе на Неве. Будет еще много интересных историй. С вами была Ира Гит в шляпе. И сегодня без шляпы, так что можете мне это не писать. А хотя, впрочем, напишите, вы же всегда это делаете. До новых встреч, до новых видео. Пока!